всем привет с вами эдгар вы на семейном канале сегодня будет ролик как самостоятельно подключить посудомоечную машину это встраиваемая машина идет я не сантехник не установщик и не скупой человек которому жадно заплатить кому-то чтобы это все дело установили просто есть такие вещи которые я люблю делать сам потому что в принципе делать нечего там парочку вещей сделать и аппарат уже подключен та же стиральная машина там что-то с холодильниками и так далее в общем посудомоечная машина если бы здесь была сейчас красивая идеальная кухня я может быть и вызвал мастера но мы на следующий год планируем переехать в дом частные продавать квартиру так что кухню здесь мы пока решили не делать но саму машинку мы приобрели потому что уже нужно сейчас пользоваться в общем благо цивилизации поэтому я хочу ее поставить вот сюда она как раз таки подходит я эту тумбу отсюда убираю эту машинку встраиваю и сверху вот эта столешница тоже сядет также у меня есть я купил сам отдельно вот такой вот доску уже готовую красиво она стоит недорого там в районе что-то 150 200 рублей попросил срезать это все дело делают на месте и у меня будет что-то типа вот такой вот поверхности чтобы я мог это открыть и закрыть а также еще купил ручку сделаю эту ручку в принципе получится как будто встраиваемая кухня техника так это чуть позже также напомню я не сантехник поэтому не знаю все этих всех слов как и что называется буду показывать в общем методом дыка это все будет происходить и так у нас есть вот такой вот аппарат я вам скажу не дешевые что есть и с чем будем работать чтобы подключить посудомоечную машину нам нужно вот это дело воткнуть в слив и еще нам нужно подключить так там у нас закреплено сейчас все это дело откреплю ладно это сделаем чуть позже в общем еще есть местечко где нужно подключить холодную воду кто-то подключает горячую но я думаю что горячий не надо лучше холодную пускай машина сама это все дело будет нагревать потому что температура воды в россии она не стабильно по идее заявлена какая-то температура но на практике в действительности температура может скакать это все дело может повредить машину так что лучше пускай машина сама все это дело нагревает есть такая версия что если вы подключите горячей воде якобы будете экономить на электричестве она не будет греть но с другой стороны вы просто испортите саму машину и когда горячая вода то там могут быть какие-то примеси а вот в холодной воде минимум этого всего дела потому что как ни крути холодная вода якобы питьевая в квартире мы ее конечно не пьем но все-таки если она для человека нормально но для машины будет по-любому нормально на электричестве я не экономлю это ну как-то туповато экономить на что-то электричестве и испортить машину и так есть вот такой выход и такой я поехал магазин где есть сантехника и купил вот такие вот вещи это у нас будет двойник или тройник как он называется не знаю слив так как здесь есть у нас на кухне кран под краном конечно же проходит система вот можете посмотреть идет холодная горячая вода и вон там вдалеке идет сам слив я просто буду ставить вот этот слив у меня есть вот такой вот переходничок резинка вот ее поставим сюда мы организуем слив с машины с одной стороны с этой вернее стороны а вот с другой стороны сверху мы организуем слив уже с нашего крана в общем то что в кране вода пошла сюда и еще самой машинке вот слив поэтому нужно купить вот такую вот вещицу эта штукенция стоит недорого там 40 30 50 не на сколько там рублей потом есть вот такие вот резиновые втулки вставки не знаю как они называются для чего они нужны чтобы затолкать сюда и это все сливалось вы видите тут идет неправильно отверстие поэтому нужно будет еще такой переходничок он стоит что-то 6 рублей недорого и все и теперь мы можем это все дело сюда вот поставить все в принципе слив готов там я покупал разного диаметра вот это идет 25 переходная так а это у нас 32 два разных размера потому что я не знал какой размер нужен для машинки вот этой поэтому купил 2 1 меньше 1 больше сейчас посмотрим вот кстати вот это садится плотнее это идет насколько я понял 25 до вот вот такая это пошире это 32 тут уже диаметр побольше и не настолько плотно в общем получается нужно брать 22 25 вот посмотрите покажу раз фасована вот манжет d40 25 переходная 3 хлебопестковая вот если что вот так но это смотрите еще как зависимости от вашей машинки если у вас посудомойка какой-то другой модели может быть здесь диаметр другой поэтому просто сделайте замер или как я моем случае просто купите два варианта 6 рублей стоит как бы поэтому заморачиваться вот смотрите разный диаметр вот моем случае двадцать пятка подошла и так что вам получается надо вот эта вещь вот это все слив у нас принципе готов что нам нужно сделать как только я это достану поставлю машинку я установлю заменю слив поставлю эту вещь протяну шланг и поставлю вот так все для слива больше ничего не надо делать вот за этот процесс вы мастеру заплатите денег и он это все вам предоставит как очень серьезно и сложную процедуру если ты в принципе мужик думаю это сделать несложно но прежде чем это сюда поставить можно еще на всякий пожарный сделать перемотку там небольшую да но в принципе это не надо потому что тут идет тупо слив это не подача воды что где-то там выбивала под давлением воду здесь давление как такового в общем то нету просто сливается поэтому с этим заворачиваться не нужно и так вот это первое что нужно было это я сделал потом здесь еще есть у нас вот такая вот вещица только сейчас я пойму как она достается а вот с помощью поворота есть специально специальный шланг откуда идет забор воды для этого здесь снизу у нас подается холодная вода я купил вот такой вот тройник вот он отдельно это отдельно такой тройничок он тоже недорогой стандартные тройники можете тоже зайти любую сантехнику скажете тройник для посудомойки все понятно вот что будет происходить мне нужно будет этот тройничок организовать вот сюда вот раз этот процесс будет происходить вот такая вещь вот этот тройничок он будет закрывать и отключать воду а в этот в это мы уже установим вот как раз такие холодную воду она зайдет и пойдет продолжится на кран я просто сбоку подрублюсь и есть еще вот такие вот вещи если спросите на черта это надо тут такой момент бывает когда шланги подключаются когда два шланга нужно подключить допустим да и вы начинаете закручивать а эти два две два конца тоже куда-то подключены когда идет закрутка заворот идет шланга и вы начнете просто рвать этот шланг но это такой процесс везде уже со всех сторон все подрублено тут тем более с трех сторон нужно будет заворачивать как-то это все дело поэтому я взял штуку называется если я не какая-то американка что ли или американ американский дизайн почему американка в общем прикол в чем заключается когда вы подключаете вот этот момент вот что-то типа того вы когда будете закручивать закручиваете только вот этот вот тут у нас получился такой маленькая замороченная замороченная система я сейчас сам буду в ней разбираться я уже сам подзабыл что тут должно было происходить это я думаю лего своеобразно в общем как-то нужно будет подрубить смысл в чем заключается когда я буду крутить и подключать эту машинку я просто буду закручивать сам болт посередке буду закручивать и они с двух сторон будет стягиваться и у меня не будет такого момента что я кручу шланг крутится и у меня кран тут начинает тоже вертеться в таком случае например если у вас вот такой системы нету просто подрубили что делается вам нужно вот этот кран открепить и когда там вы будете закручивать кран проворачивается тоже вот как змейка типа закрутка идет я думаю что кто хочет понять это поймет если кто не понял о чем я говорю ну извините уже я не сантехник так что как мог так и объясню так что это вот это на ваше усмотрение можете кран повертеть можете вот так сделать и вам будет намного проще для чего это еще удобно допустим потом мало ли вы будете машинку отключать или что-то случилось там прорвала вода что-то нужно делать да вы уже не отсоединяете какие-то краны там не заморачивайтесь просто работаете с одним болтом все отключается ничего не крутится не портится вот в принципе все подключение вам нужен будет вот такой тройничок в идеале вот все что нужно вам вот даже если это не брать вам нужно вот только вот это тройник и вот такой вот раздвоитель все это к воде это на слив так что что я буду сейчас делать я это все дело сейчас уберу поставлю подключу и потом покажу полностью весь механизм как это подключено все ну и конечно еще нужно подключить это все к электричеству для этого я еще такой удлинитель взял принципе все больше ничего не надо и потом мы будем тестировать как это все дело будет работать так что смотрите дальше итак продолжаем кухню как вы видите я прям встроил это встраиваемая техника в не встраиваемую кухню это просто новый тренд если у вас нет такой кухни то в принципе все возможно если захотеть только все отваливается конечно который нужно прикрутить так получается такая вот история посудомойку я встроил все здесь четко единая столешница не супер конечно но до того момента как мы переедем организуем нормальную кухню просто шикарно и так вот эту штуку я еще сюда прикручу как дверку это мы сделаем чуть позже тут у нас кофемашина все это дело переместилась в эту сторону и такой вот момент у нас плита стояла вот здесь и стенки соприкасались мы тут с Олей подумали что нами так не надо делать потому что духовка когда включается стенка греется рядом посудомойка там пластик мало ли что случится в общем мы плиту поменяли местами просто передвинули в принципе плитой мы не так часто пользуемся так как у нас есть другие всякие приспособления и так это все дело у нас теперь выглядит вот таким вот образом как вы видите все отлично все у нас новенько еще не экспериментировали тестировали сейчас все это дело подключим и будем тестировать на посудомойку мы сделаем отдельное видео обзорчик вот так что это работает вот следующим образом все готово потом смотрите я эти шланги получается вывел вот они два шланга сейчас сделаем слив и подключим холодную воду в принципе все посудомойку будут подключены так что сейчас я это сделаю смотрите дальше так все это дело я подключил сейчас вам покажу схему тут не очень красиво так что не пугайтесь в общем вот он этот тройник обычно вот этот идет стандартный слив сверху просто закидываете тройник ставите вот один идет это слив а вот это идет вода мне даже вот эти американские переходники делать не пришлось вот идет одна холодная вода я поставил между вот в процессе тройничок и подрубил вот этот посудомойку а горячая вода у меня как шла так и идет мы работаем только с холодной водой вот шланг к тройнику продолжение идет на кухонный а это у нас все вот посудомойка там в принципе все это идет слив с кухни это слив вот так вот в принципе вот так все это дело выглядит остается нам только подключить шнур и проверить как это все дело работает но это был ролик по подключению так что смотрите другой ролик как мы будем запускать тестировать и все такое все всем пока